много лет подряд мы оппозиция гражданское общество эксперты и многие другие говорили о том что смена власти смена правительства не приведут к фундаментальным изменениям нашем обществе если не произойдет очищение структур государства от скомпрометировавших себя людей от людей участвовавших напрямую или обслуживавших преступные схемы олигархов от людей погрязших коррупции и не умеющих жить и работать по закону не умеющих работать интересах общества и действительно в отличие от других постсоветских государств молдове правительство и президенты периодически сменялись но ничего не менялось по сути страна продолжала деградировать по всем направлениям мы говорили об очищении имея ввиду в первую очередь судебную систему прокуратуру и полицию наши правосудия и органов правопорядка очищением должны были заниматься сами эти структуры в судебной системе высший совет магистратуры в прокуратуре высший совет прокуроров а в полиции спия или служба внутренней защиты и антикоррупции однако высший совет магистратуры в угоду интересам различного рода группировок делал все наоборот продвигал на руководящие посты взяточников а честных судей наказывал примерно тем же самым занимались и совет прокуроров и спия то есть эти структуры не обладали способностью самостоятельно наводить порядок и очищать собственные ряды от взяточников и всяких других нарушителей закона эти институты власти работали не на граждан молдовы она интересы преступных группировок осенью 2020 и летом 2021 избиратели молдовы проголосовали за изменения люди хотят положить конец захваченному государству в условиях которого мы живем последний десяток лет политическому классу страны избиратели вручили мандат на очищение государства отставленников мафии если сами институты как уже было сказано на самоочищение не способны а точнее они не желают этого тогда правящая часть политического класса правительство и парламентское большинство обязаны вмешаться и предпринять все меры для возвращения института власти правовое поле нет другого пути обращение просьбы к судебному корпусу прокурором молдавской полиции а их было немало результатов не дают тут нужны решительные меры и железная политическая воля новой власти правительство с такими инициативами вышло это и внешняя аттестация судей и оценка деятельности целого ряда регулирующих агентств и другие меры это инициативы временного насколько я понимаю действия инициативы из арсенала так называемой переходной юстиции необходимой в условиях глубокого кризиса системы и и неспособности трансформироваться изнутри сила сопротивления попыткам навести порядок огромно мы не видим естественного в данных условиях процесса добровольных отставок единицы подали в отставку большинство держатся за посты посиневшими пальцами со всех сторон звучат обвинения в нарушении принципа разделения властей громче всех кричат те которые активно растаптывали этот и другие демократические принципы и нормы еще несколько лет назад работая на группировку плохотнюка который сконцентрировал своих руках и исполнительную и судебную включая прокуратуру и законодательную власти на самом деле в этом случае никакого нарушения принципа разделения властей нет и в помине до судебная власть в том числе прокуратура регулирующие агентства и многие другие структуры власти независимы и автономны они независимы выполнение своих функциональных обязанностей никто не имеет права указывать суде какое решение принимать по тому или иному делу кого казнить а кого миловать это касается и прокуратуры и регулирующих агентств однако тогда когда все эти институты давно выпали из правового поля действует очень длительный период времени в интересах преступных группировок не способны измениться изнутри навести у себя порядок самостоятельно политический класс обязан это его право но и долг вмешаться что и происходит если это отрицать то надо тогда и выбора отменить надо признать что выборы в том числе парламентские бессмысленны а зачем выборы зачем получать мандат от народа если власть не имеет права восстановить конституционный порядок в стране не может очистить судебную систему и другие структуры государства отставленников мафии от взяточников малограмотных и некомпетентных родственников всякого рода начальников и так далее и в этом случае апеллировать к опыту функционирующих состоявшихся демократии не надо мы пытаемся вытащить страну из болота мафиозного управления у нас если это понятней форс-мажор а функционирующую демократию еще предстоит построить при этом очень важно подчеркнуть что меры предпринимаемые правительством никоим образом не нарушают и не должны нарушать и впредь принципы демократии люди призывающие выйти за рамки демократии в борьбе с коррупцией добра стране не желают это люди как минимум глупые или злонамеренные сегодня у молдовы есть шанс добиться позитивных трансформаций но они возможны только после очищения государства от преступников и скомпрометировавших себя людей есть опыт таких реформ других странах в том числе на постсоветском пространстве и этот опыт в молдове применим молдаване не грузины говорил один молдавский политик давайте докажем и себе и всему миру что и мы молдаване способны на радикальной трансформации радикальные трансформации к лучшему а